Всем привет! В этом видео я расскажу о результатах фарма 10-7-3 соло карт. Изначально я хотел пройти всего 4 карты, но понял, что этого будет слишком мало для формирования более-менее объективной картины. Я решил не играть в этот раз фаером и пересел на палаш. Но так как это оружие у меня слабо прокачено, использовал экипировку высокого тира, а именно 7-2 палаш, плюс 4-3 корень, 7-2 мантию культиста, 4-3 шапку призрака, 5-3 сапоги призрака и 5-3 плащ нежити. Маунтом взял пантеру, расходники, зелье невидимости на случай встречи с дайверами, 6-1 бутылек здоровья и 6-2 жаркоя для файтов, капустный суп и 6-0 яды для фарма карты и боссов, а также 10 энергий для перегрева. Стоимость сета и маунта по ценам Тедфорда равнялась примерно 5,5 миллионам. Расходники и энергия стоили еще примерно 230 тысяч. 7-3 карта на тот момент стоила в районе 450 тысяч. В итоге моя тушка стоила более 6 миллионов серебра, и попасться кодли гангеров было бы очень обидно. Фармить решил по одной карте, затем возвращаться в город с лутом, и если все в порядке, возвращаться в проверенную локу для фарма следующей карты. Количество фейма решил замерять по мастерке артефактной книги. Обычные мобы фармились довольно легко, если не совершать серьезных ошибок. И на первом этаже ко мне в спину зашла пара дайверов. Хорошо, что они догнали меня на обычном паке. Я решил уйти в инвиз на сапогах и пробежать вглубь данжа. Под конец инвиза набрел на алтарь, и поставил зелье невидимости в слот. Однако оно не понадобилось, и получилось удачно заивейдить мобов. Довольно быстро меня догнало копье, но он заагрил на себя мобов, и я без потерь по хп активировал алтарь. Зря использовал зелье невидимости, и решил подождать гангеров в безопасности. Копье повторно прорвалось через мобов почти мертвым. И активировало культиста. Я не додумался сбить отхил ешкой, и просто настакивал кьюшку. Отдал довольно бездарно обратку на W. В это время парные мечи остались на мобах без лица. Ориген копья ушел в никуда. Так что чуваки решили бежать, догнать мечи я не смог бы, поэтому сдал ешку в почти мертвое копье, и собрал весьма годный лут. Продолжив фармить, на втором этаже открыл синий книжный сундук. С 79 тысячами фейма. В финале карты меня ждал золотой сундук, который охраняла дочь земли, с 17 тысячами здоровья. С четвертой попытки у меня получилось одолеть босса. Конечно, не без трудностей. За босса капнуло 40к фейма. А в сундуке лежало 8 детенышей быстрокогтя, 380 тысяч серебра, 7-я групповая РД карта, 8 шмоток 5.1.6.1 тира, и куча разного хлама. По дороге перед гайкой, тип на третьей лошадке спешился, и я было подумал, что гайка заблокирована его подельниками в инвизе, но все обошлось. Ремонт с шмотом не обошелся в 30 тысяч, а налутанная стоила в Тедфорде, через ордера на продажу, примерно 2 миллиона 200 тысяч. Отнимем 500 тысяч стоимости карты и расходников, получим 1 миллион 700 тысяч прибыли. Немалую часть внесли шмотки одного из гостей, но все равно и без его взноса, думаю, лям плюсом был бы. А если прибавить 380 тысяч в кошельках, то результат становится вообще отличным. Фейма капнула почти 400 тысяч. Как по мне, отличный результат за 30 минут фарма. Но посмотрим, что принесет вторая карта. В этот раз я решил взять Т8 яды, чтобы быстрее убивать боссов. При входе в фарм локу мне встретилось пати чуваков, очень похожих на гангеров. Я решил оторваться от них, пробежав по локе. Они быстро отстали, и я сделал вывод, что их всего трое или четверо, и в данж у меня будет шанс от них уйти. Так что здесь же активировал карту, незамеченным зашел в данж, прошел его без приключений, на втором этаже собрал 2 синих сундука, получил 90 тысяч серебра, 8 шмоток, в том числе 6-2 мантию клирика, и 7-0 соло карту. Возвращаясь в город, встретил отряд гангеров. Один из них был уже спешен. Я решил пойти на прорыв, использовав скилл пантеры, и словил яд как раз под использованный скилл. Навстречу проехало несколько человек из другой гильдии, и я подумал, что гангеры решат изменить цель. Но они продолжили преследовать меня. И на подходе к гайке, я попал в когти из инвиза. Когти сбили с пантеры, и к этому моменту подбежали еще трое, коса, фрост и курса. Следом подбежал еще фрост. Когда слетели станы, я попытался обойти эту кодлу, но могильная броня плюс плащ еретиков, вернули меня в точку спешивания. Я прожал мантию культиста, на половине сбили каст. Я прожал бутыль инвиза, и доты почти сразу активировали плащ нежи. Эти типы сдали сразу 2 шапки лазутчика, но не выбили меня из инвиза. Похоже, невидимость от плаща не сбивается шапкой лазутчика. На остатках здоровья я поплелся к гайке. Курса наугад кинула руты, и я попался в них. Однако инвиз еще работал, и я чудом смог зайти в гайку. Под баблом сел на пантеру, и благополучно свалил от типов. За эти несколько секунд я так труханул, что пульс под 200 держался еще несколько минут. Ушел реально чудом. В городе лут не требовал починки, но я починил экипированный шмот на автомате и с отключенным мозгом. Добытый лут рынок Тетфорда оценил примерно в 410 тысяч серебра. Прибавим 90 из кошельков, получим 500к. Минус 450 стоимости карты и потраченные яды. Получается ровно 0. Фейма набил около 285 тысяч. И чуть не потерял сет за 5 миллионов. Поэтому дальше фармить решил в 5-2 мантии. Да и палаш был уже ощутимо прокачан. И прошлая карта была пройдена на изи. Так что в этом сете проблем не должно возникнуть. Третью карту решил фармить там же, где и прошлые две. Но перед выходом не посмотрел прайм локации. Поэтому в локации перед пунктом назначения увидел 2 блоба перед нужной мне гайкой. Подумал, что здесь просто ребята решили подраться. Недалеко от гайки зашел в рандомку, дождался отката бабла. На поверхности сразу встретил странную пачку, не то гангеров, не то завзешеров. Но будучи в бабле, решил заскочить в седьмую локу. На подходе к гайке спал бабл. Я под ускорением попытался провалиться в гайку. Соседняя лока оказалась переполнена, и пришлось убегать подальше от этого сверхопасного места. Очень повезло, что сурфы не успели среагировать на мое присутствие в их рядах. Благополучно добрался до зимней Т7 локи. Никого не встретив, зашел в данж. На первом этаже из зеленого сундука дропнулась 6-1 сумка. На втором также из зеленого добыл 6-2 сапоги клирика и 6-0 шапку убийцы. На третьем синий сундук выдал 6-0 сапоги наемника. А в финальном синим сундуке нашелся 6-0 факел. Перед боссом я оставил неприятный пак мобов и решил зафармить его перед уходом. Чтобы быстрее убить мобов, использовал мантию. И когда осталось немного добить последнего, прилетел наглый друль. Я удачно отвейдил, прожал сапоги для регена хп, увидел, что к друлю присоединилась коса, попробовал обойти моба, но тут закончилась манна и инвиз, а к друлю и косе присоединился арбаль. В этот момент я сильно растерялся. Прошел еще через пак мобов и в этот момент надо было разворачиваться и убивать арбаля. Вместо этого начал тупо бегать, просрал обилку плаща, неудачно использовал мантию и просто слился. Пересматривая бой, вижу кучу неправильных решений и глупых действий. И этот бой можно было легко выиграть, но растерянность и, наверное, неопытность еще игры на палаше сделали свое дело. На этом падении я потерял миллиона 3 стоимости экипировки, плюс весь лут. Но зато прошел 3 этажа и нафармил 380 тысяч фейма. Четвертую карту отправился фармить в идентичном прошлом усете. На первом этаже попался один зеленый сундук с дропом, как в обычной карте. На втором этаже оказался синий сундук с таким же дропом. Финальный сундук оказался фиолетовым, а охранял его шаман-хранителей с 33 тысячами хп. Убить его получилось не с первой попытки, и если бы не восьмые яды, то не факт, что вообще получилось бы. Фиолетовый сундук порадовал двумя быстрокогтями, 130 тысячами серебра и семью шмотками. В город вернулся без приключений. Кошельками нападало в сумме 190 тысяч серы. Лута была добыта на 530 тысяч. Минусуем расходы на карту и расходку, получаем около 200 тысяч плюсом. Фейма нафармлена 350 тысяч. В пятой карте из зеленого книжного сундука выпало 24к фейма. И реально нищенский лут на 150 тысяч, кошельков 1000 на 50. Правда я не использовал в нем яды, и вычтя стоимость карты, получим чистый минус в районе 250 тысяч. Фейма нафармил 220 тысяч. Очень неудачная карта. Шестая карта началась как продолжение пятой. С никакого лута из зеленого сундука на первом этаже. Но синий сундук на втором этаже с 8.0 курткой наемника слегка исправил положение. Из финального синего сундука также дропнулись кое-какие шмотки и 7.0 соло карта. Фейма нафармил 420 тысяч. По серебру итоги 100к с кошельков, 365к с лута. И при стоимости карты 450 тысяч снова выходим в ноль. Седьмой данж снова начался с пустого зеленого сундука. На втором этаже также из зеленого дропнулись королевские сапоги 5.2, а с моба до этого шлем рыцаря 7.0. Финальный синий сундук порадовал еще пятью шмотками. Фейма нафармил 330 тысяч. Серебра с кошельков 70 тысяч. С лута 440 тысяч. В сумме 510 тысяч. Плюс настолько минимальный, что можно сказать, что вышел в ноль. Восьмая карта началась с зеленого сундука на втором этаже, но закончилась терпимым лутом с финального. Фейма набил 335 тысяч. Серый 60к с кошельков. 245 с лута. В сумме 305. Итого по серебру минус 150 тысяч. В самом начале девятой карты я спалил позади красный ник. Отвейдил мобов и ушел в инвиз, на всякий случай. Поставил в слот банку хп и подождал дайвера. Это оказались когти. Он словил одну кьюшку и на спидах дропанул ко входу в данж. Я погнался за ним, думая, что он просто сбежит. Однако это оказался байт. И в данж зашел его напарник с булавой. Ее так редко можно встретить в соло-данжах, что я долго не мог понять, что у него за оружие. Булава была под бафом алтаря. И сначала я подумал, убегая переждать его действия. Но сообразил, что от когтей свалить вряд ли получится. Решил сражаться. Не вовремя сдал свою обратку. А перед этим продамажил сам себя об их обратке. Под плащом попытался отбежать. После выхода из инвиза промазал по клавише F и из-за чего просрал сапоги. Прожал культиста, но когти сбили касс своей вэшкой. Прожал банку, но это было уже бесполезно. Снова неудачный файт. Не надо было изначально вестись на байт и ждать их в мобах. А уж если забайтался, то надо было гасить когтей, пока он был один. Очень обидное падение по собственной глупости. Особенно жаль было пантеру и потерянную карту. Финальную десятую карту открыл в той же локе в надежде на реванш. С первого же сундука на первом этаже сорвал джекпот в виде 8-1 королевского колпака, 7-1 соло карты и остальной мелочи. Зеленый сундук на втором этаже оказался пуст. Но с одного из мобов дропнулось 7-1 куртка лазутчика, а с другого 7-0 мантия чародея. Финальный синий сундук дропнул 6-2 плащ демонов и 6-0 плащ еретиков. Благополучно добрался до города. В этом данже нафармил 300к фейма, 100к серебра из сундуков и почти 1 миллион 700 тысяч лутом. Вычтем 500к стоимость карты и расходников и получаем около 1 миллиона 300 тысяч прибыли. Но подведем итоги. Начнем с фейма. Я полностью прошел 9-7-3 карт. В сумме нафармил 2 миллиона 600 тысяч фейма, то есть примерно 290 тысяч с одной карты. Перейдем к серебру. Вывести лут я смог с 8 карт, на общую сумму 7 миллионов 80 тысяч с учетом кошельков. Делим на 8 и получаем 885 тысяч с одной карты. Учитывая, что стоимость карт колеблется от 450 до 500, а по ордеру она стоит 300 тысяч, приходим к выводу, что фарм 7-3 карт это достаточно выгодное занятие, как в плане заработка серебра, так и в плане прокачки. Но лично я для себя решил, что разумнее фармить 7-2, так как 7-3 уж очень много стоят, если покупать не ордером. Вангую, что будут вопросы по смене билда, поэтому сразу отвечу. Мечи, любые, намного удобнее и эффективнее для соло игры. Неплохое видео на эту тему сделал Захарыч. Я решил сменить класс до того, как вышло видео, но билд использовал, в котором увидел Захарыча на одном из турниров. Ну и перейдем к самой интересной части видео анонсу розыгрыша. В этот раз это будет 5 пантер. Условия, как обычно, лайк, подписка, открытый список подписок на ютюбе, но даже если вы не планируете участвовать в розыгрыше, все равно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Итоги розыгрыша подведу 15-16 июня. Спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok